МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Пьяный водитель врезался в автомобиль патрульной службы. Авария произошла в Акимовском районе. По словам полицейских, мужчина, управлявший автомобилем Део, был пьян и нарушил правила дорожного движения. В результате произошло лобовое столкновение. Патрульный ВАЗ вылетел в кювет. В результате ДТП в Акимовскую центральную больницу доставлены водители обоих автомобилей. Полицейский находится в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля Део Сен с 1988 года рождения, житель города Мелитополь, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебным автомобилем ГУНП ВАЗ-21099 под управлением полицейского роты ДПС. В служебном автомобиле также находился его коллега. Было установлено, что водитель автомобиля Део Сенс находился в состоянии алкогольного опьянения. Тепло в Запорожье реально. Городская власть не может напрямую влиять на тарифы. Они утверждаются в Киеве. Но получать качественные услуги и платить за них меньше запорожцы могут. Внедрением энергосберегающих проектов занимается коммунальное предприятие «Запорожское энергетическое агентство». Появилась возможность подать заявку на участие в инвестиционном проекте по термомодернизации бюджетных зданий и их отоплению альтернативными источниками энергии. В планах установка многоэтажных домах индивидуальных тепловых пунктов. Такое оборудование автоматически регулирует подачу тепла в квартиры, что помогает жильцам снизить расходы. Такой опыт уже есть в других городах, в других странах. И такой опыт уже есть в Запорожье. То есть есть уже некоторые дома, которые установили себе этот индивидуальный тепловой пункт, и которые приводят к экономии от 15 до 35%. Вот такой, допустим, дом Авраменко-15 в прошлом году установил такой прибор. И за те несколько месяцев, которые он эксплуатировал в прошлый отопительный сезон, достигли экономии больше 30%. Операция «Крыша» в городе принялись за капитальный ремонт кровели в многоэтажках. Работы ведутся повсеместно для ремонта, выбирая дома с наихудшим состоянием крыш. За планированный объем работ на этот год почти 192 тысячи квадратных метров кровли. Как проходит процесс реставрации крыш, видели наши корреспонденты. Пенсионерка Мария в доме номер 32 по улице Мотора Строителей живет несколько лет, но уже сталкивалась с проблемами из-за кровли. Во время дождей потоки воды доходят до нижних этажей. Полный балкон была воды. Жаловалась соседка, ей сейчас не было. Она сказала, что в ней там швы, что-то там тоже протекали, а в комнате обояка же мокрая была. Капремонт здесь не проводили лет 15. Но вскоре все погодные катаклизмы в доме останутся в прошлом, обещают представители городской власти. Подрядчики уже меняют на крыше старое покрытие на новый рубероид. Дом большой, 12-подъездный, ремонт идет 100%. Кровля не делалась давно, в состоянии она была очень, будем говорить, плохом. В целом на район в этом году выделено финансирование на ремонт кровель 26 домов кровель и общей суммой 13,5 миллионов. На сегодняшний день 8 домов уже выполнено на 2,5 миллиона, освоено. И видим, сейчас продолжаются работы по ремонту кровли. Работают строго по технологии. Закончить объект должны к осени. Ремонт кровли в этом доме обойдется в миллион 200 тысяч гривен. Интенсивно идут работы по выполнению первого, второго, третьего, четвертого подъезда. Практически уже все тут закрыто прокладочным слоем. Частично идет восстановление кирпичной кладки вентиляционных каналов, а также конструкции, то есть закладных деталей, которые будут крепиться к вентиляционным полпакам. Пенсионерка Мария надеется, что после ремонта в ее доме коммунальные проблемы исчезнут. Посмотрим, как дальше будет. Ну, дай Бог, чтобы было все хорошо. В этом году на капремонт крыш в Запорожье в городском бюджете заложено более 77 миллионов гривен. Это почти на 28 миллионов больше, чем в 2015-м. Всего в городе планируется отремонтировать кровли 187 жилых домов. Евгения Маловик, Иван Демьяненко, ТВ5. Переселенцы, прибывшие в Запорожскую область, должны указывать свой реальный адрес проживания. Напомним, в феврале Служба безопасности Украины подняла вопрос безосновательного оформления социальных выплат. После проверки выплаты в регионе приостановили для более чем полутора тысяч семей. В облгосадминистрации напомнили об изменениях. Для получения соцвыплат и пенсии переселенцам необходимо предоставлять реальный адрес проживания. Если он изменился, в течение 10 дней сообщить об этом в социальные службы. Оформить же субсидии можно лишь предоставив договор об аренде квартиры. Как отримывающий субсидии сплачу я только свою часть, которую я обязан что-то месяц сплачивать. Другие деньги, другие деньги – это взаимоотношения между органами социального защиты населения и генерующими компаниями. Действительно, деньги подходят к нам с некоторым запознанием, но они подходят. И это не должно торговать среднепересечных граждан. Помощь переселенцам и социальное взаимодействие. Сегодня Детский фонд ЮНИСЕФ и Департамент науки и образования Запорожской областной администрации подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках этого проекта фонд окажет помощь школам области, где учатся дети из зоны АТО. Также отремонтируют и детские сады. Это позволит создать 7,5 тысяч дополнительных мест. Так, сегодня классический лицей первым получил помощь в виде спортивного инвентаря. Кроме нашего региона, проект будет реализован в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. Мы получили финансирование от правительства Германии в размере 14 миллионов долларов. Реализация данного проекта запланирована до середины 2017 года. Он направлен на социальное взаимодействие между переселенцами и местными жителями. В этом проекте есть четыре компонента. Создание дополнительных мест в детских садах, улучшение условий для детей-инвалидов, привлечение молодежи к активной гражданской позиции и спорту. 200 подписей за спорт. Баскетбольная площадка в Парке Победы нуждается в реконструкции. Она полностью не соответствует нормам безопасности. Запорожские активисты решили принять участие в проекте общественный бюджет и надеются на финансирование их инициативы по реконструкции площадки. Подробнее Диана Клочко. Это баскетбольная площадка в Парке Победы. Здесь ни покрытия, ни щитов с кольцами, ни навеса от солнца. Играть в баскетбол здесь просто невыносимо, говорят жители города. Чтобы преобразить эту площадку, руководитель общественной организации «Спортивная молодежь» взял инициативу в свои руки. Мы хотим в первую очередь заменить покрытие там и установить новые антивандальные конструкции баскетбольные. Чтобы это было не травмоопасно. И для того, чтобы это место по-настоящему зажило. Мария любит спорт и всячески поддерживает инициативу. Пришла отдать свой голос за реконструкцию площадки. Я считаю, что очень важно сделать эту площадку. И не только ее у нас в городе Запорожье. Потому что наша молодежь развивается, хочет заниматься спортом. И нужно помогать, чтобы наши власти как-то обращали на это внимание. Среди ее знакомых много баскетболистов и волейболистов. Она и сама любительница поиграть вот только негде. Нужно развивать спорт среди молодежи. И я лично буду поддерживать это. И считаю, что каждый должен это сделать. Поддержать эту программу, поддержать ребят. Прийти, оставить свою подпись, проголосовать за то, чтобы построили все-таки эту площадку и дали возможность ребятам развиваться. На данный момент удалось собрать чуть больше сотни подписей. Тем не менее, люди заинтересованы в реконструкции площадки. Мы надеемся, что мы соберем буквально за день, за два эти 200 подписей. То есть, если у нас будет больше времени, мы, соответственно, больше их соберем. Потому что этот вопрос оказался такой острый. И колоссальное количество горожан ждут именно этой реконструкции. И хотят поиграть на баскетбольной площадке. Прием заявок и сбора подписей заканчивается 20 июля. После проект передадут в мэрию на рассмотрение инициативы. Диана Клочко, Юрий Васильченко, ТВ5. Арка свежести. В Мелитополе внедрили оригинальный способ борьбы с июльской жарой. В Центральном городском парке появилось новое водное развлечение, которое, несмотря на всю простоту своей конструкции, уже успело полюбиться не только детям, но и взрослым. Эмоции мелитопольцев в сюжете Олеси Брычок. Новый аттракцион свежести в Центральном городском парке появился на месте пустыря. Идею водной арки руководство парка имени Горького подсмотрело у своих львовских коллег. Но, чтобы максимально сэкономить сотрудникам парка, пришлось немного модифицировать конструкцию. Это применяется обычная система, скажем так, орошения, которую в теплицах люди применяют недорого. Арка вышла где-то стоимостью около 500-550 гривен. То есть всего лишь. Но даже такая простая конструкция не помешала новому водному аттракциону стать одной из изюминок городского парка. Водная арка пользуется популярностью не только среди детей. Ольга Худокормов, мама двухлетней Софии, говорит, что арка стала спасением от жары для всей семьи. Аттракцион прекрасный. Особенно в жаркий день просто замечательно. А водичка? Водичка прохладненькая, хорошо. А свежились вообще? Нет. Этот аттракцион свежести стал и своеобразной заменой фонтану, который всегда считался сердцем парка. Но в этом году так и не начал работать. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем уже запустить этот фонтан, потому что в нем есть технические неполадки, которые угрожают жизнью и здоровью. Вода, он имеет уже не герметично, то есть вода проходит, она проходит в обслуживающую шахту, там, где электричество, там, где 380. И была комиссия, которая была принята решение запретить эксплуатировать фонтан. Обновленный и отремонтированный фонтан планируют запустить ко дню независимости. А пока мелитопольцы могут просто приходить в парк за очередной порцией свежести, которую им до конца лета абсолютно бесплатно будет дарить водная арка. Юлия Паську, Олеся Брычок, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. Искусство в законе. В выставочном зале Союза фотохудожников представили свои творческие работы запорожские нотариусы. Здесь и живопись, фотографии, и вышивка. Подобную выставку проводят уже во второй раз. В этом году количество участников и работ значительно увеличилось. Творчество нотариусов оценила и Екатерина Даньшина. Даже в самой серьезной профессии есть место для творчества. Запорожские нотариусы доказывают. Их удел не только протоколы и заявления. Здесь представлена работа наших коллег не только города Запорожья, но и есть и город Больнянск, город Бердянск. Сегодня мы, повторяю, делаем новую выставку. Но эта выставка отличается от той. Почему? Потому что в течение года кто участвовал в выставке, сделал новые работы, и появились у нас новые коллеги, которые приняли участие, специально садили в школу, учились рисовать. Результат творчества 11 участников – более 60 работ, выполненных в разнообразных техниках и стилях. Подобная деятельность – это своеобразный релакс, утверждают участники. Главная цель, конечно, найти отличение, найти позитив, потому что фактически живопись – это сама жизнь. И если мы через нашу жизнь в живописи видим природу, а видим ее природу душой, то реально отобразить то, что мы видим на творческих работах. Это уже вторая выставка нотариусов. В этом году каждый постарался придать своим работам изюминку. Юрист из Вольнянска добавил к своим фотографиям стихотворные надписи. Бердянская вышивальщица изобразила пейзажи города-курорта. А запорожская мастерица представила серию сувениров ручной работы. Отдельного внимания заслуживает живопись. Улочки гурзов и романтические натюрморты – дело рук Виктории Морозовой. Я точно знаю, себе проверила, что писать картины может любой человек, который этого захочет. Вот важно прийти, один раз попробовать, поверить в то, что и не бояться. И, в общем-то, любой выйдет через несколько часов с каким-то уже, ну, назовем это рисунком, так точно. Друг другом участники гордятся. Работы коллег называют шедеврами. И уже планируют следующие выставки. Если у нас будет такое количество работ, может, мы уже поднимемся на более высокий, там, все украинский уровень. Конечно, участвовать надо, потому что о тебе узнают только тогда, когда ты сам о себе скажешь. Полюбоваться работами запорожских нотариусов в фотоклубе горожане смогут на протяжении двух недель. Екатерина Даньшина, Юрий Васильченко, ТВ5. Это все новости к данному часу уже в 19.00. Смотрите. Сердце художницы. Галерея как миссия на земле. Послание Ольги Чаудре. Яркие краски и никакой депрессии. Мечты болельщиков сбываются. Металлург представил новую форму. Если вы мечтаете объездить все страны мира, то программа «Мастер путешествий» поможет сделать выбор, куда отправиться в первую очередь. Смотрите новую серию сразу после выпуска новостей на ТВ5. И напоминаю, все актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00. Субтитры создавал DimaTorzok